здорово ребят многие из вас как на стримах так и в комментариях под моими роликами просят рассказать историю о том как я впервые набухался какие были последствия и как ты вообще в целом относится к алкоголю и его влиянию и раз уж сегодня зашла речь о столь деликатной теме то я постараюсь подойти к этому вопросу максимально объективно и раскрыть всю суть влияния алкоголя на организм а главное постараюсь описать все причины и последствия этого столь интересного процесса уверен что данный ролик для вас будет не только развлекательным но и максимально познавательным так что усаживайтесь поудобнее я начинаю и начну я свою историю пожалуй с самого начала дабы ни в коем случае не вести вас в заблуждение относиться к моей личности не стоит предвзято так как самого юного возраста я был очень любопытным малым в одном из первых роликов про отношения в санатории я рассказывал насколько велик был интерес к запретному и если вы еще не видели ролик о моих первых отношениях в санатории то настоятельно рекомендую с ним ознакомиться по ссылке в описании а игра в которую я сейчас играю это war thunder захватывающая война на танках самолетах и в будущем кораблях а регистрируясь по ссылке в описании ты получаешь два крутейших подарка на выбор абсолютно бесплатно время идет но воспоминание никак не затирается более того первую серьезную пьянку я детально помню по сей день о чем сейчас вам и расскажу вот только пересматривая этот ролик я прошу вас не накручивать себя относительно пропаганда алкоголя с моей стороны досмотрев видео до конца вы обязательно поймете ход моих мыслей и более того уверен что найдутся и мои единомышленники если конечно я имею дело не со святыми сразу оговорюсь я никогда не выступал сторонником ну прям до усрачки здорового образа жизни да я занимался спортом более 8 лет до 12 лет я даже не пробовал алкоголь в средних количествах но созданный вокруг алкогольных напитков ажиотаж брал свое я жил в другое время где не особо рассказывали о вреде алкоголя и его воздействий да и нетрудно догадаться что злоупотребление пагубно влияет на организм но я никогда и не злоупотреблял а лишь дегустировал максимум слабоалкогольные напитки конечно же мои родители всячески пытались уберечь своих детей от алкоголя но я был хитер правильно подбирал момент их отсутствие практически всегда брал с собой верного товарища на дегустацию и подстраховку и самое важное мы никогда не злоупотребляли я всегда знал себе меру в лихие двухтысячные самым популярным слабоалкогольным напитком был джентоник ром кола брендикола и лонгер которые без каких-либо проблем можно было купить в местных магазинах зачастую бабки мутились со сдачей металлолома а на свободные средства покупались конфеты жвачки и очень редко слабоалкоголка реально с 12 до 16 лет такие случаи можно сосчитать на пальцах потому ни разу за это все время нас даже родители не спалили но с появлением первых серьезных отношений все резко изменилось так уж получилось что девушка которая в тот момент мне очень нравилось было более социально распущена нежели я больше свободы больше средств легкий доступ к сигаретками алкоголю а главное ее предки никогда не проверяли ее состояние по возвращению домой и в сентябре месяце намечается грандиозный кипиш с поводом отпраздновать 16-летие моей девушки вечерняя суета сбор у нее дома на 7 или 8 вечера в гостях много ее подруг с парнями девушками много уже на тот момент дружных пар яростян который опаздывают на день рождения своей девушки почти на два часа залетая к ней в дом весь запыханный радостный дарю цветы подарок и тут меня как опоздавшего штрафника начинает карать стаканчиками с водярой до этого момента я практически не употреблял крепкие алкогольные напитки но компания взяла верх над моим характером мол все пьют дядь ну как так и спустя пару стопок водки я был уже веселее чем все вместе взяты за праздничным столом я пытался закусывать но дома знатно поев глотку не особо еда лезла потому водку я лишь запивал газировкой и это был полный пиздец еще за столом я был в норме но выйдя на улицу и закурив сигарету меня в буквальном смысле унесло в параллельную реальность а нам еще предстоял поход на дискотеку от которого я явно не мог отказаться спустя еще полчаса меня малость отпустило мы пришли на дискотеку и самое интересное что пацаны на отрез отказывались пить в то время когда компания девушек резала стопку за стопкой и умудрялись еще уверенно стоять на ногах коллапс блять но наши с пацанами алкогольные равнодушие очень смущало девах которые продолжали набухиваться без нас и сверх сильными методами убеждения что если вы с нами не выпьете то ничего вечером не будет мы все-таки приняли на душу крепкого градуса и опять спустя полчаса нас почти разорвало я всегда был относительно слабеньким в плане алкоголя и по сей день я практически не употребляю крепкие алкогольные напитки кроме грандиозных праздников а с нами в компании был мой одноклассник саня который в этой истории сыграл решающую роль так уж сложилось что девахи нас упоили и мы еле держись на ногах прилипая к почве кривой походкой еле уговорили девах идти домой уже в тот вечер нам не хотелось них хрена не девах не праздника не веселья мы с саньком просто хотели убежать из этого алкогольного кипиша но пред нами встало чувство долга проводить девах домой тот момент я думал что этот день никогда не закончится еле проводив девах домой мы с саньком еще пару часов сидели на лавочке возле дискотеки пытаясь хоть немного отойти но водка перла настолько сильно что даже ведро ледяной воды из колодца не могло меня отпустить я переживал за свое состояние и мне реально было стыдно что я не мог себя сконтролировать в этой ситуации а главное я не знал себе меры и от чего получилась такая борода саня дотащил меня домой сам не в лучшем состоянии поплыл ночевать бабушке которая жила в нескольких километрах от моего дома всю ночь практически до утра меня крутили вертолеты я пытался пускать заземление но так ничего и не получилось то днюха заставила меня страдать по жести вот так звучит моя история о том как нас девки набухали но сейчас спустя более 11 лет с того момента я взял для себя один очень важный принцип от которого не вступая сейчас да я не моралист и никогда не выступал за здоровый образ жизни я могу позволить себе бокал холодного пива или сидора со льдом важно если мне это доставляет какое-то разнообразие не привести его в привычку лично для себя я определил меру за рамки которой я не выхожу потому если вдруг вы задумаетесь как поступить знаете можно и не ущемлять себя во многом но обязательно иметь чувство меры и ответственности за состояние в котором ты находишься и главное вы не воспринимайте мою точку зрения отношений как эталон идеального подхода к запретному каждый для себя должен определить норму количество и меру относительно вашего здоровья и состояния я надеюсь вы слушали меня внимательно и сделайте для себя адекватный выбор в любом случае вар тандера много не бывает ведь игра абсолютно безопасно захватывающие бои огромный выбор техники а главные подарки которые ждут вас при регистрации по ссылке в описании я надеюсь я удовлетворил ваши требования относительно истории про первый алкоголь ведь я был искренен с вами если вы оцените этот ролик и напишите комментарии например какую историю вы хотели бы услышать в будущем то уж поверьте ваши комментарии мимо моих глаз никак не пройдут ролик про ромкоу алюминий и колесо которое заехало девушки прямо между ног вы сможете найти также по ссылке в описании а я желаю вам всех благ и до скорого набухался